Добрый день Молодней мои Жизнь моя в руках твоих Нас ничто не разлучит Ты мой покров и крепкий щит Я не просто плоть и кровь Я для большего рожден Ты мой Бог, Ты всегда со мной Жизнь моя и воздух мой Что бы ни случилось, я живу тобой Знаю я, если упаду Силу я в тебе найду Что бы ни случилось, я живу Я живу тобой Скажем Богу, я живу тобой, Иисус! И в пустыне, и во тьме Радость я найду в тебе Ты из глубин поднял меня И даже смерть мне не страшна Ты мой Бог, Ты всегда со мной Жизнь моя и воздух мой Что бы ни случилось, я живу тобой Я живу тобой, Иисус! И сейчас давайте вместе скажем И уже не я живу И уже не я живу Живёт во мне Христос мой Живёт во мне Христос мой От начала и вовек Ты достоин славы Ты достоин славы Давайте вместе и уже не я живу Вместе! И уже не я живу Живёт во мне Христос мой Живёт во мне Христос мой От начала и вовек Ты достоин славы Ты достоин славы Ты мой Бог, Ты всегда со мной Жизнь моя и воздух мой Что бы ни случилось, я живу тобой Я живу тобой, Иисус! Знаю я, если упаду Силу я в тебе найду Что бы ни случилось, я живу Я живу Ты мой Бог, Ты всегда со мной Жизнь моя и воздух мой Что бы ни случилось, я живу тобой Знаю я, если упаду Силу я, ты всегда со мной Что бы ни случилось, я живу Я живу, я живу тобой Я живу тобой, Иисус! Я живу тобой, Иисус! Давайте будем славить нашего Бога Он достоин всей чести и хвалы Кто же я, что Всевышний царь меня призвал? Я блуждал, но любовь Твоя Меня нашла Да, меня нашла Дал свободу мне Иисус навек Я дитя царя Я дитя царя Знаю я Я свободен и скуплен им Он милостей Был я в рабстве грехом, но ты Жизнью заплатил Жизнью заплатил За мои грехи Да, в свободу мне Иисус навек Я дитя царя Знаю я Кто мне есть всегда Место для меня Я дитя царя Знаю я Богом избран не оставлен Я знаю, кто я в тебе Твоим другом был я назван Я знаю, кто я в тебе Богом избран не оставлен Я знаю, кто я в тебе Твоим другом был я назван Я знаю, кто я в тебе Я знаю, кто я в тебе Я знаю, кто я в тебе Да, в свободу мне Иисус навек Я дитя царя Знаю я Я дитя царя В доме есть всегда Место для меня Я дитя царя Знаю я В доме есть всегда Место для меня Я дитя царя Я дитя царя Знаю я А я в тебе Благодарим тебя за то, что ты, Господь, принял нас в свой дом И назвал своими детьми, Господь Спасибо тебе, Господь Богом избран не оставлен Я знаю, кто я в тебе Твоим другом был я назван Я знаю, кто я в тебе Богом избран не оставлен Я знаю, кто я в тебе Твоим другом был я назван Я знаю, кто я в тебе Богом избран не оставлен Я знаю, кто я в тебе Твоим другом был я назван Я знаю, кто я в тебе Да, я знаю, кто я в тебе Твоим другом был я назван Я знаю, кто я в тебе Я знаю, кто я в тебе Да, я знаю, кто я в тебе Да свободу мне, Иисус на мне, Я дитя царя, знаю я. Да свободу мне, Иисус на мне, Я дитя царя, знаю я. Слава Господу! Иисус, перед тем, как вознестись на небеса, Он сказал, собрав учеников Своих, и Он говорит им следующие слова, в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, мы читаем слова Иисуса. Иисус, обратившись к ученикам, к Своим последователям, говорит следующее, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где Я». Иисус, придя на эту землю, Он сделал все, Он убрал всякие препятствия и всякие барьеры для того, чтобы мы были с Ним на небесах. И мы здесь сейчас собраны для того, чтобы Его славить, Ему поклоняться. Я приглашаю тебя сейчас в молитве своей. Поклоняйся Иисусу, благословляй Иисуса, пои Иисусу, молись Иисусу, благодари Иисуса, Он достоин славы. И мы здесь для того, чтобы Его славить. Мы здесь для того, чтобы Его превозносить. Отец, мы благословляем Тебя. Отец, мы благодарим Тебя. Отец, мы превозносим Тебя. Господь, мы поклоняемся Тебе. Господь, мы благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, Который оставил небеса, пришел на эту землю, пришел в этот мир для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы убрать преграду, убрать препятствия, разрушить проклятия, забрать наши грехи. И я благодарю Тебя, Иисус, за то, что там на кресте Ты отдал жизнь свою, для того, чтобы мы жили. Там, Иисус, на кресте Ты страдал, для того, чтобы мы были счастливы и благословены в Тебе. И я благодарю Тебя, Отец, за Сына Твоего. Благодарю Тебя, Иисус, за Духа Твоего Святого. Благодарю Тебя, Господь сильный, Господь славный. Бог наш, мы поклоняемся Тебе. Мы благословляем Тебя. Мы славим имя Твое, Ты достоин чести, Ты достоин хвалы, Ты достоин поклонения. Мы поем Тебе, мы возносим наши руки к Тебе, Иисус, к небесам, славя и поклоняясь Тебе великий Бог, превознося Тебя славный Бог. Ты достоин чести, Иисус. И вот опять я в Твоих руках, И все во мне Твое, Бог. Мой мир всегда на ладони Твоей, Вся жизнь в Тебе навечно. Верю я в Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Иисус. Я живу лишь для Тебя, Пою лишь для Тебя, Я всей душой пойму. Иду с Тобой, Куда б Ты ни шел, Сквозь смех и боль, Я верю. На Твоих путях, В обещаниях Твоих, Я буду жить навечно. Верю я в Тебя, Иисус, принадлежу Тебе, Иисус. Я живу лишь для Тебя, Пою лишь для Тебя, Верю я в Тебя, Иисус. Я живу лишь для Тебя, Пою лишь для Тебя, Я всей душой. Поклоняюсь, Поклоняюсь я, Поклоняюсь. Поклоняюсь я, Поклоняюсь я, Поклоняюсь я. 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 Перед тобой я склоняюсь. Поклоняюсь. 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 Поклоняюсь я. 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 Я желаю что вместе мы поприветствовали наших гостей. Те кто сегодня впервые в церковь Филадельфии. Давайте мы поприветствуем наших гостей. Скажем добро пожаловать нашим гостям. Тем кто сегодня впервые в церковь Филадельфии. Мы рады вас видеть здесь вместе с нами. И желаем чтобы Бог благословил вас. В дальнейшем на мониторе мы сможем просмотреть видео новости церкви Филадельфии. Бетуэль и Бьянко вместе со своими двумя детьми участвуют в семилетней миссионерской работе. Первоначально они много лет служили в Куполе в Македонии, а в 2018 году решили переехать в Нигер. В настоящее время они занимаются евангелизацией и обучением нигерийцев, а также преподают христианское образование в школе Сахельской академии и специальном центре для евангелизации учащихся. Помолимся вместе за преследуемую церковь в Нигерии, чтобы Бог спас как можно больше душ и защитил миссионерские семьи. Участвуй в курсе личного развития, который проводится четыре воскресения подряд, начиная с первого воскресенья каждого месяца. Четыре сессии будут проходить каждое воскресенье с 15.00 до 16.30. Вы узнаете, как организованно и функционирует Церковь Филадельфия. Сможете сформулировать здоровые убеждения, раскрыть свой потенциал и вовлечься в одну из команд мечты нашей Церкви. С радостью делимся прекрасной новостью. Состоялась свадьба Адриана Станилы и Виорики Жунку. А также помолвка Петра Урсакилы и Кристины Краэтору. Да благословит их Господь! Я подарила тебе свое тело. Я подарила тебе свой сон. Я подарила тебе свое время. Я подарила тебе свое пространство. Я подарила тебе свои мгновения. Я подарила тебе свою свободу. Но я подарила свою жизнь ради одного лишь твоего дыхания. Потому что ты подарил мне новую цель. Ты подарил мне новый взгляд на мир. Ты подарил мне чувство гордости за себя. Ты сделала меня новым человеком. Ты сделала меня мамой. 3 марта празднуем Великий День Матери. Дорогие друзья, уважаемые гости! С сегодняшнего дня мы стартуем эту подготовку к Великому Дню Матери. И сегодня же мы объявляем начало нового сезона групп ученичества. В которых сформировалось 103 группы. И в которые записались 1580 человек. Слава Богу за это! Мы сейчас в течение этого времени будем молиться об этих группах. И скажем Господу, благослови каждую из них. Благослови каждого лидера. Благослови каждого участника. Чтобы эти следующие 3 месяца смогли стать для них новым, хорошим, большим, важным шагом развития в их жизни. Аминь! И вместе с этим мы будем молиться о наших с вами нуждах. Я приглашаю вас подняться. И мы, молясь в первую очередь о наших группах, о лидерах, будем молиться о миссионерах. Одну из них вы видели на мониторах в этой презентации. И будем просить, чтобы Бог благословил. Но также будем молиться и за наши с вами нужды. Если вы нуждаетесь в том, чтобы мы помолились за вас, вы можете выйти сюда наперед. Склонить колени. И лидеры нашей церкви выйдут вместе с вами для того, чтобы попросить у Бога благословения. Я приглашаю сюда выйти лидеров и тех людей, которые нуждаются в нашей молитвенной поддержке. Мы будем молиться об исцелении людей. Имена некоторых из них вы видите на мониторах. Будем молиться об их исцелении. И будем молиться также и о вашем исцелении. И просить, чтобы Бог разрешил личные ваши проблемы. Мы просим об этом у Бога. Мы молим Его об этом. И мы с верой ожидаем от Него ответа. Великий наш Господь, мы благодарны Тебе за милость Твою. Благодарим, Господь, Тебя за Твою любовь и заботу о каждом человеке, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь мой, в этой благодарности. Мы приходим перед Тобой с нашими нуждами. Мы, Господь мой, начинаем с этого дня, Господь мой, новый сезон групп ученичества. И поэтому просим, благослови каждого лидера. Благослови, Господь, каждого участника этих групп. Прошу, благослови, чтобы это время, проведенное вместе, дало, Господь, большой шаг к тому, чтобы мы могли развиться, стать другими. И больше похожими на Тебя. Прошу, благослови людей, кто нуждается в исцелении. Просим, благослови Нику Громеск. Благослови Веронику Богашеску, Елену Писареву, Михаила Цону, Анастасию Флориан. Благослови тех людей, кто вышел сюда наперед и ищет исцеление от Тебя. Прошу, коснись Твоей рукой. Прошу, благослови, Господь мой. Мы хотим прославить Тебя за эти великие дела в нашей жизни. И тех, кто нуждается в разрешении другой проблемы, Господь мой. Прошу, выйди навстречу. Прошу, коснись Твоей рукой, Господь наш. Мы просим об этом и молим. Великий наш Год. Бог, провозносим, Господь, и благословляем. Также просим, благослови миссионеров, Господь мой. Тех, кто оставил свои дома, Господь мой, уехал в другую страну. Прошу, огради их от злых людей. И их слова благовестия прошу, подтверди Твоими чудесами и знамениями, Господь наш. Мы надеемся на Тебя, великий Бог. И просим все это во имя Сына Твоего, по слову Твоему, великий Отец. Слава Тебе и хвала, великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Займите ваши места в зале и не забудьте сообщить нам о том, если Бог ответил вам на вашу нужду. Если Он исцелил вас, либо другим образом разрешил вашу проблему, чтобы вы могли вместе со всеми в церкви прославить Его за это. Давайте мы теперь вместе заполним формуляр коммуникации, который каждый из нас получил при входе в этот зал. Прошу вас на лицевой стороне запишите вашу фамилию, имя и отчество. Справа вы можете ответить ту категорию, к которой себя относите. Если вы наш гость и сегодня пришли к нам в первый или во второй раз, я прошу вас сообщить нам об этом. Потому что мы как церковь желаем вам, нашим дорогим гостям, выразить наше особое уважение. Мы желаем по почте вам выслать наш фирменный подарок. И для этого я приглашаю вас оставить нам необходимые данные для того, чтобы этот подарок смог успешно прийти к вам домой. Если вы используете электронную почту, мы можем вас включить в нашу новостную рассылку, чтобы вы оставались в курсе тех событий, которые у нас будут происходить. И еще одна просьба нашим гостям. Прошу вас сообщить о том, каким образом вы узнали о нашей церкви. Если вы завершили запись на этом формуляре, прошу вас отложить его в сторону. Мы позже вернемся и заполним его обратную часть. А теперь я приглашаю сюда на сцену выйти тех людей, ради которых мы сегодня организовали особый праздник. День, когда они смогут заявить о том, что они верят в Господа Иисуса публично. Приглашаю выйти сюда на сцену наших братьев, которые сегодня будут принимать водное крещение. Дорогие, дорогие братья, мы поздравляем вас и хотим, чтобы Бог вас благословил. И я думаю, что мы можем вместе поблагодарить Бога за них. Аминь. Давайте поднимемся и скажем, Господи, благодарим Тебя и благослови наших дорогих братьев. Великий наш Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность. Здесь, на этом месте, публично открыто, Господь мой, принимать водное крещение. И мы благодарны Тебе, Господь мой, за наших братьев. Благодарим, Господь мой, Тебя за них. И просим, благослови, Господь мой, благослови на протяжении, Господь, всей жизни, для того, чтобы они могли быть Твоими свидетелями, Твоими учениками и могли своей жизнью показывать всем, что Ты великий и живой Бог. Благодарим Тебя, Господь мой, за них. Превозносим и благословляем. Великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Прошу вас, займите ваши места. Братья, вы пока здесь садитесь. И мы сейчас будем переходить к следующей части, к водному крещению. И смотрим первый рассказ из наших братьев. Как я познал Иисуса Христа, жизнь у меня была очень черной. Спасные черные полосы. Но, уверен, что Он существует, Он любит всех. Он помогает всем. Я понял на данный момент, что я нужен Ему. Хотя разные все от меня свернулись. На данный момент, благодаря Ему у меня есть семья, ребенок. Я ничего не нуждаюсь. Поэтому хочу служить Ему сколько... Вечно хочу служить Ему. Потому что я понял для себя, что без Него я не человек. И понял для себя, что мы Его дети. Мы Ему должны служить, а не кому-то там с черными пятнами. От этого я устал. Просто хочу быть вечно Его сыном. Хочу похоронить Грех. Я устал от Него. Хочу возродиться заново и начать вечную нормальную жизнь. Иисус есть наш Спаситель. Это я верю. Не знаю, не столько процентов. Он ради меня, ради всех нас, Он на кресте умер. Вечно у нас душа. Человеческое тело – это как костюм. Вот костюм постарел, его выкинули. Так же и тело. Но куда попадет душа? Поэтому хочу служить Ему насколько будет возможно, пока не износится костюм. А дальше душа попадет так, куда Бог заблагорассудится. Слава Господу! В Библии мы читаем слова Господа Иисуса Христа, где Иисус говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Игорь, Он заявил, Он засвидетельствовал о своей вере. Игорь, на основании твоей веры, на основании твоего свидетельства мы крестим тебя во имя Отца, во имя Сына и во имя Духа Святого. Аминь. 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 Игорь, на основании твоего свидетельства. Прямо, когда мы начнем с целью, мы не знали ничего не об этом. Ни знали, если это было, кто был, кто был, кто был в мире. Потом... У меня были друзья, Фрати Степан, с татом, не знаю, как они встречались. И тогда татом о Филадельфе, с помощью Фрати Степан. И по этому я повесил маму, я говорю, что у меня есть Библия для детей, а потом Библия большая, с Псалмией. И я говорю, что я могу, что я хочу, чтобы я вернусь в доме, потому что я могу, чтобы я вернусь в доме, потому что я не могу вернуть в доме. И для меня Иисус, он и как у меня, он всегда претежет. Когда мне и грустно, я прохожу на Ел. Когда мне и бензов, я тоже рожаю на Ел. Я, без него, не могу ничего, и да, я думаю, что Господь меня исполняет, и сейчас у меня есть жизнь. И у меня есть эмоции, да, с радостью, да, это, даже не с радостью, но с радостью, но с радостью, которые я не могу сказать, супер радостью, или не знаю, что-то такое. Субтитры создавал DimaTorzok, в номере Тателли, Афиулы и Духовы Святы. Аминь. По процессу работы я встретился с одной женщиной, она меня пригласила в церковь в Филадельфе. Я пришел сюда, и потихонечку я начал узнавать азы верования в Бога, главную цель. И я для себя понял такую вещь, что апостол Павел посвятил всю свою жизнь для того, чтобы рассказывать людям, которые не знают о Боге, что она себя представляет. Жизнь Божья, вера в Бога. И мне это легло в душу, и очень мне это понравилось. Я каждый раз с удовольствием, находясь в группе, интересовался, мне было интересно, и я все делал для того, чтобы познать. Ну и в один момент ко мне пришло видение, что рядом со мной сила Божья есть, которая помогает, протягивает руку помощи каждому желающему. Иисус Христос в своей жизни все время был с людьми рядом, помогал им понять, что такое вера и для чего она нужна. И сделав заключение, я еще где-то, наверное, 4-5 лет назад принял для себя решение, что я тоже буду веровать в Бога. Но мне пришлось узнать больше в Библии, читая каждый день, что означает вера в Божию. Петр, на основании вашей веры, вашего свидетельства, мы крестим вас во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святого. Аминь. Петр, на основании вашей веры, вашей веры, вашей веры, вашей веры. Петр, на основании вашей веры, вашей веры. Петр, на основании вашей веры. Столько над той горой. И разве может небо мне открыть Искание любви, Желание любви, Сокровище любви. Мне помогает думать о тебе Этот морской прибой. Помогает помнить о тебе Зорька над той горой. Помогает небо не забыть О высоте любви, О красоте любви Твоей, Господь, любви. Негасимая любовь, сильная любовь, Раз и навсегда вошла в мой дом. Закружила, повела, к небу подняла, Познакомилась с крестом. Негасимая любовь, сильная любовь, Раз и навсегда вошла в мой дом. Закружила, повела, к небу подняла, Познакомилась с крестом. Ты мне чуть-чуть, ни капелька, ни часть, Ты мое все и в суть. Спешу тобою надышаться в зласть, Спешу любить и путь. Твой голос прямо в сердце говорит О высоте любви, О красоте любви Твоей, Господь, любви. Негасимая любовь, сильная любовь, Раз и навсегда вошла в мой дом. Закружила, повела, к небу подняла, Познакомилась с крестом. Негасимая любовь, сильная любовь, Закружила, повела, к небу подняла, Познакомилась с крестом. Негасимая любовь, сильная любовь, Раз и навсегда вошла в мой дом. Закружила, повела, к небу подняла, Познакомилась с крестом. Негасимая любовь, сильная любовь, Закружила, повела, к небу подняла, Познакомилась с крестом. Негасимая любовь, сильная любовь, По-негасимая любовь, сильная любовь, сильная любовь. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 учеников Господа Иисуса Христа, будучи врачом, человек, который хронологично описал события во дни Господа Иисуса Христа, в книгу Деяния апостолов, написал следующее и говоря о Иисусе, ибо нет другого, давайте вместе мы прочтем, ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Еще раз и давайте вдумаемся в то, что читаем, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Спасение дано нам в имени Иисуса Христа. Некоторые люди ищут различные пути, различные вещи применяют, практикуют то, что не приносит ни прощения, ни спасения, ни изменения в жизни, но тот, который был дан человеком, тот, который был дан нам, людям, это Иисус Христос в имени Иисуса Христа дано нам спасение от грехов наших, от последствий греха в Иисусе. Мы имеем спасение, мы имеем прощение, мы имеем мир с Богом. Спасение является жизненно важным, реальным и личным. жизненно важным, важным, основной, существенно необходимый для каждого человека. Я хотел бы пригласить сейчас сюда на сцену Флорина Жунку, одного из последователей Господа Иисуса Христа. Он будет говорить на румынском, я буду переводить его на русский язык. Он поделится свидетельством того, как он встретился с Иисусом и последовал за Иисусом. Давайте послушаем то, что он расскажет и свидетельством, которым он поделится с нами. Пожалуйста. Ма букру оттит и демут, что фиу сегодня в casa Дома Луи, я радуюсь тем, что вместе с вами могу быть в Доме Божье. В моменте в которые следуют, я хочу поделиться своим свидетельством, которые затронули мою жизнь. Я родился в одном из сел, Молдовы, дальше от Кишинева. У меня не было того, что имели другие, моя материальная ситуация была не очень хорошая. Я благодарю своих родителей, что они предоставили необходимое для того, чтобы я мог вырасти. А требует, как на варста 10 лет, чтобы получать ловитую в мою жизнь. Так произошло, что в 10 лет я получил удар. Мой отец оставил нашу семью. Мама моя и все дети вместе мы отправились для того, чтобы жить у бабушки. Тата уехал из нашей семьи. Насколько лет после этого, я получил второй удар, второй вердикт от врачей, которые сказали, что я тяжело болен. У меня были проблемы cardio-васкулярные проблемы. В ноуте, когда я спал, я пробуждался от того, что мне не хватало воздуха, я не мог дышать. И тогда мама была печально, печально, что не было мужчины, не было того, кто мог бы помочь, поддержать ее. Я нуждался в том, чтобы получить лечение. Мама не имела денег для того, чтобы предоставить мне это лечение. Медик, который меня consultал, мне сказали, что ты нуждаешься в лечении. И три года я провел в санатуре, типа приюта, в Молдове. И я там жил, я там учился, а также получил необходимое лечение. И все это время, с 10 до 13 лет, когда я находился в приюте, сестра была та, которая заботилась о мне и предоставила необходимые вещи. Она приходила, посещала меня в интернете, где я находился. И однажды она мне сказала, «Флорин, знаешь, я знаю человек, я знаю личность, которая имеет решение для тебя». Я знаю совершенного врача, имя которого является Иисус. Мне было 10-11 лет, я не понимал хорошо то, о чем она говорила. На 12 лет я отправился для того, чтобы работать летом на стройке. Потому что я знал, что приближается месяц сентябрь, в который дети должны идти в школу. И я желал иметь также рубашку, для того, чтобы идти в школу, как все дети идут. Было тяжело. Жизнь, давила на меня. Без отца. Никого не было рядом, чтобы положил руку на плечо, ободрив меня. И на протяжении трех лет, сколько времени, сколько я находился в санатуре, я, после, вернулся к маме. Дорога медикам требовала сказать результатов финал, аль старию санататой. По причине того, что врач должен был сказать, финальный результат моего здоровья, это был пожилой врач, у которого было более 50 лет опыта. С-а уитат на мама, с-а уитат на меня. Он посмотрел на мою маму, он посмотрел на меня. И он говорит, «Дин виата моя, из моей жизни, из моего опыта, будучи врачом». Я не встречал подобные ситуации, здоровье, такие проблемы, которые могли бы так быстро решены. А тот, который совершил свое дело, это Господь Иисус Христос. Слава Господу! С малых лет мне нравился футбол. А по причине того, чтобы у меня были проблемы здоровья, я не мог заниматься, играть в футбол. Когда я шел, для того, чтобы записаться в одну из футбольных команд, они сразу же просили у меня справку от врача, что я в порядке, что я здоров. Но я не мог, не позволяя мне, что я не мог получить подобные справки. Но после того, как Бог исцелил меня, в результате, я стал частью одной из футбольных команд. С возрастом 13 лет, до 16 лет я играл в футбол. 16 лет я пришел к тому, что я был частью футбольной национальной команды. Бог, тот, который открывал пути, открывал двери, и он вел меня. И то, что я думал, и то, что я понимал, я говорил, ну, так мне везет, так как говорят люди. Не знай Бога. В возрасте 16 лет перед тем, как закончить девятый класс, и я был на одном из уроков и учительница посмотрела на меня. Я плохо учился в школе. Учителя даже двух копеек не давали мне. И в тот момент учитель смотрел на меня и ничего доброго, хорошего не вещал в моей дальнейшей жизни. Без отца, больной, в тяжелом положении в жизни, в которой жив. И теперь люди не принимают. И мне было очень тяжело. Я завершил школу, я приехал в Кишинев. И в один из дней, моя сестра пригласила в церковь. Я начал посещать церковь Филадельфию. И в одно утро, воскресное утро, это был месяц октябрь 2015 года. Мам скула в диме, и я стал утро. Суфлет и вина моя моя душа, моё сердце было наполнено радостью. До того времени у меня не было подобного состояния внутреннего. Потому что в тот день следовало мне встретиться Спасителем этого мира. И я видел, что он тот, который совершает великые дела в жизни моей. А я не знал его. Я пришел в то воскресенье, в то утро в церковь. В то время, когда на платформе начали играть, петь. И я где-то там, в тех рядах находился. И я почувствовал, как моя душа, как моё сердце открылось в тот момент. Я чувствовал себя настолько виноватым, настолько грешным. И я сказал, что этот мир ничего мне не может предложить. Этот мир говорит о том, что я не могу быть нормальным человеком, как многие. Люди смотрят на меня и даже двух копеек не дают для меня. Они ничего доброго не вещают о моём будущем. Но, Господи, если Ты на самом деле существуешь, Прошу Тебя, предоставь мне шанс. И в тот момент я обратил внимание на крест, на котором умер Иисус Христос. И в то время, когда я стоял на тех рядах, я открыл своё сердце, открыл свою душу. И я посвятил свою жизнь Иисусу. Он м-а иртат, м-а иллиберат. Он просил, он освободил. М-а спас. Это Господь Иисус. Господь Иисус, прославьте Его. Когда люди не предоставляют ни единого шанса, Иисус предоставляет всё. Когда люди ничего доброго не могут сказать твою зору. Иисус Христос, который имеет слово для твоей жизни. Люди будут штрафовать, рассматривать твоё прошлое. Они будут осуждать. Но Иисус Христос спрашивает последнее слово относительно твоей жизни. Я не знаю твою жизнь. Здесь молодые люди, пожилые люди в этом зале. Я могу тебе сказать одно, не то что я прочёл или услышал, но то, что я пережил на личном опыте, тогда, когда люди будут осуждать тебя, и у тебя не будет никакого будущего, Иисус Христос протянет руку, Он откроет тебе путь и Он направит тебя на этом пути. 22 мая 2016 года я спустился в воду для принятия крещения. И в то время, когда я находился там в воде, ожидая принятия крещения, где-то в тех рядах находилась моя семья. Моя сестра настолько была рада тому, потому что она приняла участие в спасении моей встречи с Иисусом. А в то время, когда я находился в басеине с водой, я посмотрел на свою семью и сказал, Господи, моя семья нуждается в Тебе, потому что, дорогие мои, самое великое чудо, самое великое радость это значит, что с теми, с которыми ты сидишь за столом, с которыми ты знаешь, они являются спасены Иисусом Христу, и им будет дана жизнь после жизни, и это Иисус Христос. И сегодня, на третьем собрании церкви, моя комната спустилась в этот бассейн для принятия крещения, она приняла Иисуса Христа. Дорогие люди, это не религия, это не рассказы, это Иисус Христос, который работает в жизни людей, Иисус Христос, Иисус Христос, который очищает, прощает, спасает, слава Иисусу, я самый счастливый человек, по причине того, что у меня есть Иисус, я нашел себя в семье Божией, я принял призыв Иисуса, и для меня, с молодостью служить Иисусу, я принимаю истину, с радостью, что втали от Иисуса, будучи сам, я никто, но могу все в укрепляющий меня Господи, это Господи Иисус, ему слава! Аминь. Спасибо, Флорин, слава Господи! Сейчас я хотел бы пригласить сюда на сцену тех, кто приняли сегодня вводное крещение и вручить им сертификаты. Я приглашаю брата Петра, брат Петр, пройдите, пожалуйста, сюда на сцену и желаю вам вручить сертификат, свидетельство о крещении. Посредством этого сертификата, в этом сертификате говорится о том, что на словании публичного исповедания личной веры Иисуса Христа, как Господа Спасителя, получил вводное крещение по заповеди Нового Завета Веселовский Петр. Пусть Господь благословит вас, брат Петр. Мы рады, что вы присоединились к семье Божией. Будьте благословенны. Также я приглашаю сюда на сцену для вручения свидетельства о крещении Андриана и Игоря. Игорь, пройдись сюда, для того, чтобы я мог вручить тебе сертификат посредством этого сертификата. И то, что написано в этом сертификате, уже было зачитано. Пусть Господь поможет тебе оставаться Ему верным, служить Ему, хранить себя для Господа. Пусть Бог благословит. Также я приглашаю сюда на сцену для вручения сертификата Нистряну Аурела. Аурел, пройди сюда для того, чтобы получить сертификат о крещении. Пусть Бог благословит тебя. Поздравляем вас. Поздравляем вас, братья. Радуемся с вами. Желаем, чтобы Господь благословил вас. Надеюсь, что... Надеюсь, что это время, праздничное время, было трогательным временем для каждого из нас. И в мае месяце, тогда, когда будет следующее крещение, намного больше будут людей, которые соединятся, которые будут обещать Господу, что будут служить Ему чистой и доброй совести до конца дней своих. Мы являемся духовной силой Бога, рассматривая тему, кем я являюсь в Иисусе, кем я являюсь во Христе. Прежде всего, мы являемся духовной силой Бога. И это очень важно понять. Апостол Павел во втором послании Коринфянам, в пятой главе, двадцатым стихом, говорит о том, что итак, мы посланники, мы посланники, послы, посланники, от имени Христова, мы посланы Господом и Иисусом Христом, мы оставлены, спасены, являемся послами, являемся представителями неба здесь на земле. Рассматривая посла Америки, которые здесь находятся в Молдове, он представляет Америку. Но мы представляем Иисуса Христа, мы представляем Царствие Господа. Павел говорит, итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Не существует привилегий важнее, чем участвовать в Божьих замыслах для этого мира. Возникает вопрос, неужели я? Возможно, ты сидишь здесь и задаешься вопросом, что я могу сделать? Действительно, действовать, отвечая на этот вопрос, то, что ты можешь сделать, очень важно принять этот ответ, начать действовать, будучи посланником, посланным Иисусом Христом, начать действовать для спасения, других людей. Представить Иисуса, представлять небеса здесь тем, которые живут во тьме, не зная Иисуса. Кто те люди, которым необходимо представить Иисуса Христа? Кому необходимо предоставить, рассказать о спасении? Кто они? Где они? Во-первых, это один из наших родственников. Рассмотри своих близких, рассмотри своих родных. Как говорил Флорин, нет большей радости знать, что твои родственники будут с тобой на небесах, тогда, когда придет время быть с Богом на небесах. Рассмотри своих соседей. Сосед, как говорят, что это он ближе даже порой, чем родственник, чем брат, чем люди, которые по крови, ближе к тебе. Сосед – это самый близкий человек. С соседями нужно жить хорошо, а также желать им добра, и не только желать добра, но и желать им их спасения. Поэтому рассмотри своих соседей. Мы приготавливаемся к Великому Дню. Будет день, в котором мы будем праздновать здесь Великий День Мамы. Кого мы пригласим на этот Великий День Мамы? Мы пригласим наших родственников, мы пригласим наших соседей, мы пригласим кого? Наших коллег, мы пригласим кого? Наших друзей. Разве мы можем радоваться, праздновать без близких нам людей? Желаю им спасения. Желаю, чтобы и они также были здесь, радовались, познали Христа. Поэтому, подготавливаясь к Великому Дню, мы, начиная с этого воскресенья, рассмотрим кого-то из наших родственников, из наших соседей, из наших коллег и кого-то из наших друзей. Духовное влияние в твоей личной жизни является уникальным. Поэтому рассмотри близких тебе людей, сделай все возможное для того, чтобы они были вместе с тобою на Великий День Мамы, до которого осталось сколько времени? Осталось 28 дней. Сегодняшнее служение вы сможете просмотреть по ссылке, которая здесь на мониторе. Сейчас я приглашаю вас взять формуляр и вместе со мной заполнить формуляр с обратной стороны. Самое важное решение, которое ты можешь принять сегодня, это посвятить свою жизнь Иисусу Христу и принять водное крещение. Изначально необходима вера, а потом крещение. То, что происходило в детстве, это не считается. Это то, что родители хотели для тебя, но это не твое желание, это не твое решение, это не твоя воля. Но если ты веруешь, если ты веруешь в Иисуса, и если ты, веруя в Иисуса, готов креститься, Иисус с твоей стороны обещает спасение, прощение, спасение, жизнь с Ним на небесах, поэтому сделай все для того, чтобы посвятить свою жизнь Иисусу. Так как было сегодня засвидетельствовано и сказано, и практически все те, которые встретились с Иисусом, они имеют свою историю. Мы слышали кратко историю тех, кто сегодня принял крещение. У меня есть своя история, у тебя есть своя история. И если ты еще не уверовал в Иисуса, если ты еще не посвятил свою жизнь Иисусу, посвяти свою жизнь Иисусу, избери Иисуса, и ты увидишь, как твоя жизнь изменится. Ты увидишь, как твоя жизнь обретет смысл, ты увидишь, как Бог принесет освобождение, прощение, изменение. Это все серьезно, это не религия, это не традиция, это не обычаи, это не рассказы, это не повести, это не просто история, это жизнь. Жизнь живых людей, жизнь измененных людей, людей, которые не имели ни единого шанса, и люди не давали за этих людей ничего. Они говорили о том, что эти люди безнадежны, но Бог тот, который меняет жизнь на людей, Бог тот, который дает будущее, Бог тот, который дает спасение. Поэтому избери сегодня посвятить свою жизнь Иисусу, принять водное крещение. Также прими решение сегодня. Если ты был на рецепции, посмотрел группы и не знаешь все же, в какую группу тебе записаться, отметь в формуляре, мы тебе поможем для того, чтобы ты был в одной из групп ученичества. Также прими сегодня решение молиться и поститься за людей, которых ты приведешь с Божьей помощью на Великий День Мамы. Четвертое решение. Сделай все возможное для того, чтобы в следующее воскресенье прийти и быть здесь вместе с нами на служение. Формуляр состоит из конвертов, которые мы приносим Господу, наши десятины, дар благодарности приносим Господу и жертвуем на миссионерское служение, жертвуем для образования бедных детей, жертвуем для того, чтобы предоставить обед нуждающимся. Возьми то, что ты хочешь пожертвовать, опусти в этот конверт, напиши, к чему относится эта сумма денег. Также, если у тебя есть нужды, если у тебя есть вопросы, предложения, комментарии, ты можешь их записать в верхней части формуляра. Также я хотел бы подчеркнуть, что начиная с этого воскресенья, сегодня в три часа, параллельно с служением на три часа, проходил первый урок курсов по личному развитию. Если ты пропустил первый урок курсов по личному развитию, не проходил курсы по личному развитию, ничего страшного. В следующее воскресенье начни со второго урока. В следующий месяц, первую неделю сможешь взять, сможешь пройти первый урок, но обязательно вовлекись, пройди курсы по личному развитию. Будь частью одной из команд мечты. У нас великая мечта, у нас мечта Божья. Наше желание, чтобы пределы церкви, царствия Божьего, чтобы как можно больше людей познали Иисуса. И Бог избрал тебя, Бог избрал меня, Бог избрал нас. И сделал нас соработниками. И вместе с Ним мы участвуем в том, чтобы люди обретали спасение, обретали прощение, обретали жизнь, познавали Христа. Поэтому будь частью этого грандиозного, великого плана Божьего. Если ты заполнил формуляр, и я приглашаю тебя сейчас в молитве, давайте мы помолимся Господу за те решения, которые были приняты нами. Помолимся Господу за те пожертвования, которые были приняты нами. Поблагодарим Господа за тех, кто принял сегодня водное крещение. Отец Тебесный, мы благословляем Тебя, Господь. Ибени Твоему Христос возносим славу, честь. Благодарим Тебя, Бог наш. Возносим Господь Тебе хвалу. Возносим, Господи, Тебе благодарность. Я прошу Тебя, Иисус, благослови. Благослови решения, которые были приняты сегодня нами. Благослови тех, кто принял решение посвятить свою жизнь Тебе и принять водное крещение. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил тех, кто сегодня крестился. Молю Тебя, Господь, о том, чтобы Ты благословил нас. Помог нам, Господь, молиться, поститься. Боже, и Ты избрал нас. Господь, Ты сделал нас послами для того, чтобы мы могли, Христос, участвовать в спасении, представлять Тебя людям, которые еще не познали Тебя. И я молю Тебя, Господь, нам не безразличны наши родственники, нам не безразличны наши соседи, нам не безразличны наши друзья, которые еще не знают Тебя, не веруют в Тебя, нам не безразличны наши коллеги, и мы желаем, Господь, чтобы они познали, чтобы они обрели спасение, обрели прощение. И я прошу Тебя, Господь, дай нам действовать, дай нам быть активными в том, чтобы способствовать тому, чтобы наши близкие познали Тебя, уверовали в Тебя, были вместе с нами в Великий День Мамы. На этом месте мы благодарим Тебя, Великий Бог, Твоему имени возносим славу. Аминь. Берем формуляр и ручки, которые получили. Опускаем специальные ведра для сбора. Аминь. 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 Ибо век ты достоин славы, ты достоин славы, и уже не я живу, и уже не я живу, живет во мне Христос мой, живет во мне Христос мой. Ибо век ты достоин славы, ты достоин славы, ты мой Бог, ты всегда со мной, жизнь моя и воздух мой, чтобы не случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду, чтобы не случилось, я живу, ты мой Бог, ты всегда со мной, жизнь моя и воздух мой, чтобы не случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду, чтобы не случилось, я живу, я живу тобой. Я живу тобой, я живу тобой, Иисус, знаю я, слава Богу нашему. Он достоин славы. Слава Иисусу, слава Господу. Тогда, когда вы будете направляться домой, мы приготовили тетради для чтения, ежедневного чтения Библии. Обязательно возьмите тетрадь, она понадобится вам тогда, когда вы будете на группе, а также поможет вам быть дисциплинированными в том, чтобы читать по одной главе в день Библию, Слово Божие, которое способствует нашему духовному развитию. Те, кто приняли водное крещение, они здесь, впереди, вы можете подойти к ним, вы можете их поздравить, можете порадоваться вместе с ними. На этом сегодняшнее служение завершилось. Мы были рады видеть вас и с нетерпением ожидаем вас следующее воскресенье на этом месте. Будьте благословенны. Продолжение следует...